друзья приветствую наконец-то дождался посмотрите все синтек проплатил мне все теперь будет только крутые от него тесты посмотрите 10 рублевочку далеко это банк испании смотрите писеты с и какие-то говорят есть в испанию ни в чем себе не отказывай тут еще рубли какие-то копейки вообще круто посмотрите просто засыпали деньгами спасибо синтек вообще все все четко просил еще какую бумажку мне докинуть на не горят другому блогеру отдали какому-то ласю ну ладно бог с ним так сейчас от или из челябинска у нас будет обзор лампочки так а нет не лампочки обзор будет баночек для анализа так вот так здесь какая-то гуманитарная катастрофа ладно отложим и письмо кто умеет читать прочитайте кому это письмо вроде не мне кому-то из зрителей в итоге в комментариях напишите кому письмо и о чем она вообще так вот такие баночки для анализов для мочи это смотрите распаковал подписал посмотрите правая маленькая баночка это у нас синтек платинум 540 полнозольный на китайском предположительно пакете а слева у нас c23 синтек платинум 530 среднезольный и посмотреть разница в цвете то есть здесь однозначно пакет какой-то приличный я думаю что это еще автоновская хотя масло произведено в апреле уже после всем известных событиях возможно у китайцев нет этого пакета или был у синтек какой-то запас но тем не менее так первым делом создаю эталон вот такая спектрограмма но старых здесь нет практически такой уровень этот уровень гарантия того что значение будет реальный так выбираю масло позиции по которым будет анализироваться лимиты и смотрите что намерил прибор противоизносных присадок 90 процентов нормально для c3 для среднезольный выставляю это как сто процентов этот уровень и перейдем к кислотному щелочному кислотное прибор намерил 145 эстеров нет очень правдоподобные и щелочной 71 я даже корректировать не буду оставляю эти данные тоже 71 для c3 вполне такой нормальный уровень одна известная лаборатория намерила в районе восьми но это разница гостов поэтому вот там они чутка завалили кислотные я считаю что вот это реальные кислотные но тем не менее так значит можно сохраняю можно проверять отработку это шевроле кобальт 21 года 1 и 5 мотор 106 сил пробег общего автомобиля 10 тысяч километров пробег на масле 6648 километров при средней скорости 29 километров в час это 229 моточасов 8 и 6 расход и бензин а и 92 так противоизносных присадок у нас 64 процента гликоля 3 десятые но илья написал что здесь у него много было казахского бензина он славится тем что дает гликоль скорее всего там какие-то спирты добавляют они нитрова не окисление все в норме так сажи 1 сотая отлично процесс горания происходит и посмотрите кислотная 2 и 3 и щелочной 4 то есть масло еще живое у него есть еще зазорчик даже неплохо 230 моточасов для c3 в бензине совсем не дурно так ну чуть чуть больше чем в свежем воды так значит сохраняю сейчас покажу вам что произошло с вязкостью у данного образца в данном автомобиле но здесь видите автомобиль совсем свежий возможно еще даже обкатка не не совсем до конца прошла но тем не менее так я замечал что чем свежий автомобиль чем лучше он идеальнее работает тем дольше держится масло так разжижение есть примерно на треть 32 процентов из 100 но в принципе тут такое не чисто конечно город вот но город с небольшим трасс небольшой трассы 29 все-таки средняя скорость ближе уже к смешанным режиме да не забывайте отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите уведомление и традиционный оценка ресурса масло девять с половиной тысяч в данном автомобиле в данных условиях эксплуатации 329 моточасов отличный результат для c3 мотор работает исправно кстати вот по оксидам азота я уже замечал в бензине если эти значения от 400 до 500 это как бы нормальные показатели в бензине я подчеркиваю здесь практически видите ближе к 500 но и чуть разжижена не знаю может я ошибаюсь конечно мне кажется в обкаточном режиме может быть больше попадает все-таки топлива чуть чуть больше топлива масло попадает поэтому и чуть выше разжижение потому что для 29 километров в час чуть чуть многовато тут мне кажется топлива попала но тем не менее масло конечно прекрасно отработала вот вам вот вам и синтек не зря он мне заплатил вот эти красивые деньги результат отличный на мой взгляд за эту стоимость вообще супер но скорее всего это уже рецептура будет не актуальная в дальнейшем скорее всего или закончится хотя может быть синтак наладит какой-то параллельный завоз пакетов от автона вот но я все-таки думаю что этот образец в дальнейшем станет тоже более светлый больше похож на на такую на светлое пиво скажем так пишите что думаете по этому поводу вот такой получился тест благодарю илью за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока